всем привет продолжаем ремонтировать mercedes v123 ремонт печки займемся сегодня будет часть по ремонту печки разобрали вопросы части сняли панель приборов там в общем кто не видел посмотрите ну а сейчас в первую очередь скроем радиатор причина у нас потекла у нас потекла мы нашли причину вот она тут свищ короче сейчас поснимаю трубки также вот еще свищ 1 не знаю что с ними делать еще менять или не менять также еще надо будут ремонтом заслонок делать отклеивать это все шелуху убирать будем сейчас разберем радиатор скроем посмотрим чем там внутри это я думаю многим интересно тем более мы его промывали лимонкой может быть это промывались мы лимонку поэтому раздела хотя навряд ли это из-за лимонки случилось тут скорее всего я думаю просто уже от времени так сейчас трубки попробуем их конечно аргоном попробовать заварить я думаю может быть и заварится надо будет их хорошо все промыть еще хорошо все простучать посмотреть может где-то все таки еще свить будет может такое будет так это у нас еще целая подача это у нас подача вот так вот вроде внутри сейчас смотрю там вроде все чистенько так вот это дырявая трубка не снимать где она у нас вот такие вот мне места надо коррозии как она прогнила он тут еще вот они свищены блин она вся как и волками изъедена короче не знаю наверное надо все-таки лучше их менять вот здесь она ладно тут то на конце еще пол беды это ерунда здесь она вся вот я просто боюсь мы сейчас ее поставим даже заварим да она раз и еще где-нибудь свитч такой же что-то она не внушает доверие разбирать там умерен да нет я не думаю этот на зеленом на нем надо снимать панель она же бежит там тоже ручьем все там по-моему радиатору хана потому что там она потела вот здесь как раз это я не знаю разберем его на можно улице на морозе нет как ты думаешь хотелось бы конечно разбирать весь сборе на этот мир из того серого снять все таки тут тоже у нас один сик разобраны там-то точно ладно будем думать сейчас все скроем радиатор посмотрим что там внутри томас все по-любому придется снимать да она нормально она тебе кажется нормально а я сейчас тут копни где нормально вода на дырка видит ходу напомнила это там направляешь да это не надо я знаю это не направляю чтобы она правильно ставилась и вот она кстати смотри вот вот с этой до грязь бежалом секции короче давай его разгибать от открываются они довольно легко вот эти вот отгибаются все защелочки ну а потом также собирается и кстати посмотрим там внутри чё с резинками и север хана значит его полюбом как 6 должна быть а может и нету в общем посмотрим сейчас как раз что у нас там произошло как мы помыли на обувь бачка скроем видишь грязь какая вытекает эти кстати на интерес так с какого-то текет короче тут беда печаль некоторые вот эти вот скобочки или как их назвать отгнили они короче так что еще наверно будет проблематично его собрать по ходу дела ну вот посмотрите делали мы промывку дали чё там внутри это промолись нет но это грязь в бачке на возможно надо лапшу выдергиваться лапша с той стороны выдергивается резинка но я я думаю можно вообще уже выкинуть и 8 собирать надо целиком на герметик собирать я так вот тут нигде освещение было вообще чистый как после лимонки это может быть грязь еще натащила нет когда мы промывали а вот именно сейчас натащил ее потому что блок промывали ее всю подняла вообще-то как бы так-то он чистый с видом просто отложение грязное есть ладно давайте теперь эту сторону скроем запомню что вот этой вот стороной к этой полоски но здесь и хуже дела обстоят по погнил больше вот она перегородка стоит лишь получается разделяется тут получается знаете как она греет интересно заходит в середину вот вот через вот эти трубки вот по три штуки на каждую секцию и уходят вот сюда понял как сделал почему они и без лапши вот эти трубки нет лапши они порой эти прокладки все равно надо ставить потому что здесь вот разделение нет радиатор это принципе чистые эти трубки вот эти средние чистые да не эти чистые просто она как-то в одном бачке отложилась он взять возрушился постоянку вот эти которые обратные трубки они уже с лапшой получается вот самую эту грязная секция у нас получается у этих трех нету они даже эти алюминиевые да нет относительно нет значит все таки помогает эта промышка лимонки лимонкой его сейчас бы если еще раз попромывали он был я думаю промыру лапшали вот тут вот снова грязи это в нижних сорт еще одно это в самых нижних так ну кого это секций эта сторона почищен это моя чистенько чистенько тоже нижняя это грязь из системы натасила грязная очень была система хоть мы и промывали это ржавчина и что она поднялась годами все это сейчас еще раз этого ну а так то они все цветятся ничем нигде не забитая него абсолютно все живые то не он бы промылся чтобы он нато соли маленько поездил надо все-таки перед печкой ставить фильтр во-первых и грязь вот это собиралась бы фильтр надо какие-то на машину ставить фильтра ну как это очищалась бы постепенно эта система не вот не собирала бы в печке я думаю бы она поездила бы поработала в машину я думаю это всего промылась ушло бы конечно опять это все стасол ну промыть можно ну а так ну а сам он кстати чё ну только низ подзабит промыть и как бы его можно но вот сейчас единственно с этой стороны он чистый вот снаружи получается грязный его по идее я просто надо водичкой отмочить промыть но сейчас вопрос у нас опять же здесь за соберем ли мы его обратно его по сути так какая сторона в ходу без разницы он что отсюда что отсюда одинаково сейчас начнешь загибать и не отломаться ну я вижу я их сами то не разгибал вот здесь видишь все отломились с этой стороны в принципе если вот эти два удержат герметиком просто прям хорошо его сушить и держит должен держать можно наоборот перевернуть сделать вот этот верстный бачок короче это не изум получается было ладно надо сейчас все отмывать вот это дело ну вот печку уже забрали радиатор вернее промывка печка все-таки я считаю помогает я думаю если бы мы разобрали его как в том году год прошел мы его промывали то я думаю он был внутри чистый это грязи натащила вот сейчас после наших промывок по идее надо было его просто сейчас вот по-нормальному если бы трубки не выбежали еще раз сделать такую промывку и он бы был чистенький я думаю что она туда-сюда она считай гоняет в эту сторону в эту на тем более напор хороший через одну половину через вторую правильно и в любом случае не промывал когда мы хочешь начинали то промывать как он сразу то газа ну то какая грязь оттуда летела проблема с трубки теперь конечно радиатором она сейчас замочим его так а в чем было замочить пусть он ночь лежит от квашенки понятно сейчас это солен да надо его полежать чтобы они эти соты хорошо отошли такие на табачки лучше так если его может быть его покипятить тоже в лимонке промыть сейчас водой просто и его тоже в лимонку зафигач пусть он оттиснет хорошо если уже дыры промоются так промоется она вот эта вся дойдет с трубок у кислота не знаю соберем попробуем конечно от радиатор нам все равно придется снимать еще один все теперь будем мыть его собираем печку вчера вот мы обтянули уже заслоночки таким поролоном он самоклеящийся и не сильно дорогой не пойму соберем корпус пока а вот теперь правильно так вот они сюда вставляются так это у нас получается что водительская вот этой плоховато ее маленько обтянул на чуть-чуть тут зазор а эту я втянул по-другому просто две половинки склеил это закрывает нас вот полностью эти тоже вот 10 хорошо не сильно красиво конечно тут принципе все перекрывается не так как прямо у мерседеса было нормально что перекрывать она все работает еще вот две скобки теперь этот корпус нужен на этот тут наша задача попасть в эти отверстия на что больше ничего так давай скобки тут разыклиниваем нет просто тут то скобки такие желтые собирается довольно все просто радиатор уже был через верхнюю часть здесь снизу такие клинушки где-то еще так много еще лишних осталось есть какие что в вот вот в break вот здесь вот я но это это гребенок сейчас еще ухлите бакалошечки вот 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 щитка сделано чик чик не зашел не защелку так беру все сделано тут корпусе собрали уже как говорится это основную закрывать плотничком ставим на место тушь и улитку тут уплотнения никакие резиночка здесь что наклинник тоже 4 плина нижние надо поставить т.к. сзади разная такая печка получилась печурочка сейчас надо еще сделать ревизию мотор и радиатор но мы собрали сюда он ставит также вытаскивать вот так трек суда получается тут на тоже маленько подклеить на этом уже по месту по радиатору паралончиком под заклеим кое-что чтобы уже четко а сам эти трубки у нас так мы не заводили еще эта часть собирается так но сейчас можно моторчик сам перебрать еще делать ему ревизия андрюш пока скобку тут у меня нет так короче моторчик фирма bosch номер его может кому будет интересно мотор и думал оригинальный но ревизию хотели мы сделать нифига не получится я думал это он разбирается здесь он короче когда тут закрыт корпус хорошо так я думаю можно разобрать но он на заклепках и таких поэтому разбирать я его не буду как-нибудь помажем так его в принципе клетчатка ничего не болтается щетки не почистим а помазать там его помажем уже силикончик на якорь я думаю на втулочку он попадет в любом случае на эту так же вот и вся сильно тут их тоже мазать не надо пока потом будет это скрипеть на морозе легче кстати запросил она дать он так-то втулка было сухо инерция появилась он тихо принципе в работах хорошо ну и все по сути мотор готов тоже сейчас его устанавливаем оставить у нас только радиатор но единственное чему сейчас поставим вот эти на на переключатель но эти не будем пока ставить хотя пока их вообще не будем ставить трассаус на месте до подключимся у нас дети есть целые ну тут конечно маленько сломаны но это не смертельно в принципе зашито вот таким брэда макаром ничего страшного это у нас колодцы есть где-то целый продание по-моему дорестайловые привет составить кого снула на какие все-таки лучше чем никаких сломаны и переключатель эти есть будет короче все работать вся климат-контроль здесь это уже я думаю плюс хороший так ну что завалили мы эти трубки здесь вот так хотя с эту эту не обязательно было варить сейчас я немножко еще подточу эту берут шишка большая но прежде чем еще и ставить я вчера просматривал вот эту вот особенно видя на всех таких каких-то как очагах коррозии но я иголочкой тыкал все протыкивал как следует короче я одну то завалил вот это которую мы видели отверстия вот с этой стороны пришлось еще сегодня завали ну и что-то у меня как лица ее терзает смутные сомнения вот насчет вот этого места нет ли еще где-то пор и дыр что я в общем хочу сейчас сделать и он видите здесь как с краю как ее поела где-то под шлангом было видно эти все изъеденные на животные вот такие они вот тут ладно здесь я подальше хомут одену вот сюда позволяет место короче сейчас одену шланг с этой стороны с этой заглушу поставлю сосок и накачаем ее воздухом в воде посмотрим и что она вообще из себя представляет короче надо проверить в воде также еду наверно тоже да и тут уже третье на всякий случай потому что что-то разбирать мне потом вообще желание нет они так-то конечно не сильно надежно и уже будет может день в любой момент про есть но хотя бы сейчас возможно летом там я их и поменяю конечно разберу панель сейчас уже опыт есть там все но марс буду еще один дербанит с него сниму трубки как бы на еду потому что все сделают медные не мог не нашел группу такую медную где то есть но сейчас все под снегом не найдешь ее покупать на фиг во первых я не нашел день продаются может быть потом просто с меди новую сделать все и не париться ну ладно все давайте еще подцепим и продукт проверим и короче нашли еще две дырки 1 на этом сгибе воздух опять ушел а вторая на втором сгибе сам виду такую козябру ну-ка даже хорошим давлением вот она где вот это да вот на этом тоже сгибе здесь вот здесь видно все пойдем заварить еще два дырка так сейчас те трубки еще проверим сразу покажем если будут так ну что давайте собирать сечку дальше трубки запаял обтачивать ничего не будут пусть так и остается вот эта трубка у нас получилось но эти два отверстия можно дырки вернее не считать здесь получалось раз два три это принципе целая так уж сам вначале тут запаял хотя вот это надо немножко нужно кезис . ну вот уплох нужно подобрать чётко второе вот это большеватая тоже все колечки сейчас одеваем уже герметик еще садим сейчас пойдет тут по-другому не поставишь там видите такой зуб сделан здесь он прорезь все не вставляется все не вставляется вообще банковатая сейчас вот так сделаем почему и старая будет и новая просто мягкая хотя с герметиком тут по сути можно было вообще 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 так нормально может и там по два сделаем ну-ка надо помереть так это у нас вот эта трубка печка уже так тоже сохну все но здесь тоже маловато одного колечка ладно все короче собираем две трубки поставим и ставим третью на герметике все в принципе должно это держать никуда не потечет да мишенька так мы будем сейчас устанавливать радиатор но прежде чем устанавливать пришлось нам тут снять этот улитку потому что она не давала бы нам поставить его сейчас я хочу примерить посмотрите поролон укладывать надо его уплотнить вот здесь получается спереди там с боков продувки вот не в месте надо а по чистой края так же здесь ну и снизу естественно сейчас этот кусочек здесь приклеим снизу остальное уже сверху так что вот это на низ приклеим вот он тоже так он у нас больше вот с этого да бока поролон такими узкими полосками я не знаю что это за материал не помню как он называется довольно клейкая основа у него так вот раз и не клеится что то он еще не высох этот наверное обезжирка не высохла это угол ну вот вроде приклеился нормально нормально тут чуть-чуть он лишний как бы но ничего страшного вот здесь сейчас две полосочки так до верха отрежу никс я думаю прижмется вообще клеится хорошо на заслонках держится неплохо не знаю на сколько его хватит надо было содрать конечно хорошо там все ну ладно ничего страшного все клеим тогда боковинки сейчас еще ну все клеить вот такой вот листик сколько тут у нас его получилось метр по-моему был вот бипласт называется двести восемь рублей штука получается метр нам еще надолго хватит так вот так вот обклеилось нормально все можно устанавливать радиаторное место ну тут кстати еще вот обклейка есть видишь у него вот прилегание так а может вот здесь полосочку тоненькую таки хрен с ним так ну все вроде установили с боков плотно здесь здесь вот не знаю как сейчас будет что-то непонятно вообще так вот где она тут блотняет непонятненько так так ну вроде так закрываем нормально Застягиваем все эти застёжечки, получается трудно. Двигая, не так-то ещё просто. Закрывается так всё хорошо, чётко. В принципе эти стыки довольно плотные у него. Это, конечно, неудобно сделано, чтобы радиатор снять. Надо печку снимать, это, конечно, немножко нехорошо, но с другой стороны ничего страшного. Всё работает, заслонки открываются, закрывают. Всё работает. Так, в принципе, что у нас тут ещё осталось? А, нет, ещё один тросик осталось. Вот так вот. В принципе, видео. Да? Он у нас куда ставится-то? А вот заслонка. Короче, ещё почистил вот эту заслонку. Вернее, не заслонка, контакт. Выключатель. Положение, вот оно ноль. Закрыто заслонка, покажи. Ну, это когда где-то по пыли, машину встречную. Раз, быстро закрыл. Потом просто она как бы самотёком до первого положения вот сюда. Вот видите, там первый щелчок. Раз, это контакт первый сработал. Второй контакт сработал. И третий. Ну, третий почему-то не фиксируется, может так он и должен. Видите, как бы не хватает хода. Но он включается. Всё, почистил тоже контакты. Как бы всё должно сейчас работать. Нормально закрываем это всё дело. И крошечка на место. Вот и всё. Итак, как бы теоретически у нас печка, эта заслонка работает. Вот он. Так, и где-то там уже. Тросик нижний заслонок. Там он не ходит. Всё, как бы всё работает. Что-то у нас получается. Это ходит вот сюда. Один, этот вот сюда, этот вот сюда. Так же ещё два тросика. Так, сейчас мы их, кстати, поменяем вот они у нас. Троса кранов. Это не переключатели или кранов. Сейчас мы их сразу на место поставим. Потому что там сломано. Эти всё с ручечками. Единственное, я хотел вот этот вот тоннель поставить до рестайла. Но он не подойдёт нам. Потому что у него здесь по-другому этот прорезь сделал сейчас. В чём нравится? Нет, он видите. Это рестайл, а это до рестайл. В чём разница? Ну да, надписи. Это фигня, короче. Разница, вот видите, здесь как-то заслонка то ли она одна, но всё стоит. А здесь они две отдельные ходят заслонки. Видите, показывает. Минимально вот на стекло, максимально. И также тут мин, ман, макс на ноги получается. Вот как-то так получается здесь. Или как она? А нет. Одна получается у нас же нижняя заслонка. Да. Максимально на ноги. А это сюда на стекло. И это тоже хитро они регулируются, короче. Если заслонку вот эту делаем до конца сюда. Да, на стекло максимально вот открыто. Сюда задвигаем, соответственно, закрыто. Так же и там нижняя получается. Сюда задвигается она. Она закрывает или не открывает. Открывает вот, когда да, сюда задвинута. Максимально на ноги. А вот так максимально на окна получается. Если эту задвинуть и вот эту сюда наоборот. будет максималка на окнах. Ну ладно, все, короче. Ставим, сейчас меняем троса. И устанавливаем уже на место. Все. Устанавливаем печку на место. Поменял еще тросики, которые на краны идут. Там, в принципе, один был целый. Там только один. Поменял оба. Сейчас будем саму печку заставлять. Троса. Такое что-то сделанное показывает. Так. 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 Это сюда. Так. Какие у меня все болтики еще? Это для нее. Или в коврике. Сейчас надо их протащить. Отсвети. Сейчас рука свободная. Отсвети. Так. Где-то там. О, в принципе, на месте. Так. А, знаешь, что я хотел? Не на месте. Надо посмотреть. Надо посмотреть там это. Уплотнитель вот этот я забыл. Посмотреть, как он сверху уплотняется. Может, уже подклеить его немножко. Так. Печку я установил. Понял я, для чего вот эти хомуты идут. Вот. Она, короче, печка сама. Болтами вы ее кверху не притянете. А вот этими хомутами, она получается, можно хорошо ее поджать доверху, так сказать. Что они там у нас вряда-то? Ах. Светишь немного. Он перепутал местами. Сейчас мне кажется. Длинно, сильно. Ключик дай. Ключик дай. Ключик дай. Ключик дай. Ключик дай. Сейчас будем панельку устанавливать. Завел. Загнул в края. Ключик дай. Ключик дай. Маленький дай. Завел. Устанавливаем руль. Так, пока сильно не будем затягивать, а то я не знаю, по центру, не по центру. Подсветка всё работает, не все, тут что-то одна вот эти две лампочки работает, оптоволокно работает. Вон они светятся. Видите как? Просто провод. Не провод, это оптоволокно. Это подсвечивается здесь и здесь. Так, осталось нам сейчас вот бороду собрать здесь. Магнитофон, я не знаю, по штатному сейчас зацеплю. Вот эти провода на него. Приньте цешку, я проверю, тут вообще есть питание, нет? Уберу вот этот я провожу отсюда вообще. Так, ну всё, вроде раз собрали. Единственное, что-то проблема тут с магнитолой. И непонятно, что за фигня. Тут всё, главное, работает, напрруга подаётся, но я её сделаю не через провод. Но почему-то она вот слабым накалом светится магнитолом. Вроде даже как включается, вон она всё. А работать не работать. И в чём проблема, не можем понять. Ни я, ни Андрея начина. Была-то она напрямую с этого. Мы, наверное, потом переделаем всё-таки провод. Сделаем напрямую. Так, ну а сейчас осталось нам залить тасово. Давайте заливаем тасово. Как говорится, уже запустим его, успокоимся. Побежит, не побежит. Что-то он меняет, Мерс уже, если честно, я вымучил. Что-то делаем, делаем с этой трубкой раз в 50 её, блин, паять. Что-то не надо доделать. Крутилочки, всё, работают краны. Есть там ещё лампочки, и одну ручку надо завтра найти. Они, как от старого до рестайлого, ручки эти сами, крутилки на краны разные. Ну всё, радиатор нюхней потасово сейчас. Сейчас запустим, прогреем его. Оп. Оп. Вот так, когда до конца взбернуто, получается. В этом максимально дует. Горячий воздух, хорошо дует. Вот так вот перекрыто заслон. Вот, засдуёт, да? Камера, думаю, будет слышно. Ну, вроде ничего не потекло. Всё, пока. Так, ну, тасол маленько ушёл. Ну, в принципе, нормально уже. Всё, в общем, починили мы печку. Ну, сломалась магнитола. Ладно, думаю, разберёмся. Может, кто знает, у кого так было. Короче, мы её подключили по штатному. Она была провод напрямую. Я сделал всё по штатному. Наверное, придётся опять напрямую прокидывать. В общем, и так. Ну, такое видео. Ну, посмотрим, что будет. Там будут ещё видео про него, расскажем. Заходите в плелист Mercedes на драй. Заходите в мой журнал, там, интересно, посмотрите. Всё про него есть. В плелисте также всё про Mercedes. Ну, оценивайте, комментируйте, делитесь с друзьями. Ну, а на этом, как говорится, всем спасибо за внимание. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok